Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про разгрузочные дни при диабете. Многие пациенты приходят на прием и говорят, доктор, скажите, какие разгрузочные дни полезны при диабете. Сегодня мы обсудим, как подбирать разгрузочные дни в зависимости от вашего состояния. На какие факторы мы должны обратить внимание при подборе разгрузочных дней? Первое, это стабильность сахара в крови. Чем более стабильный и ровный сахар крови у нас, и чем более мягкую сахароснижающую терапию мы получаем, тем более строгие разгрузочные дни мы можем выбрать. То есть, если у нас легкий диабет второго типа, мы получаем мягкую сахароснижающую терапию, будь то препараты группы метформина, сиафор, глюкофаж, богомет, либо же мягкие таблетированные препараты группы ингибиторов ДПП-4, перегалвус, англиза, януви, отражента, либо же препараты, которые выводят сахар с мочой, форсига, инвакана, джардин 100, на таких препаратах с низким риском падения сахара, то есть с низким риском гипогликемии, мы можем выбрать разгрузочные дни, в которых усвояемых углеводов меньше, чем в нашем обычном питании, то есть мы можем выбирать более строгие варианты разгрузочных дней. Если же мы получаем сильные сахароснижающую терапию, будь то инсулины, либо же таблетированные препараты, которые сильно снижают сахар крови, имеют высокий риск падения сахара, то есть высокий риск гипогликемии, например препараты группы сульфанил, мочевины, диабетон, манинил, аморил, либо же многокомпонентную сахарную, соответственно сахароснижающую терапию, то есть когда у нас идет несколько препаратов сильных, в этом случае разгрузочные дни должны содержать такое же количество хлебных единиц, то есть такое же количество усвояемых углеводов, как наше основное меню. Да, мы можем выбрать более легкие продукты, мы можем уменьшить размер порции, но если у нас есть риски падения сахара крови, то резко уменьшать количество усвояемых углеводов в еде нельзя. То есть при смене диеты на фоне жесткой терапии мы плюсом меняем сахароснижающую терапию, дабы не уходить в гипогликемию, не уходить в низкий сахар. То есть первый параметр, в зависимости от которого мы выбираем разгрузочные дни, это терапия диабета, стабильность сахара крови. Следующий параметр это сопутствующие заболевания. Есть заболевания, при которых противопоказаны голодные и полуголодные дни. К этим заболеваниям относится гипотириоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Если у нас не полностью компенсирован гипотириоз, то разгрузочные дни на воде, либо же очень сильно ограничительные разгрузочные дни, нам противопоказаны. Это надпочечниковая недостаточность, в том числе субклиническая, то что называется адреналфатик. Это выраженное снижение функции печени, то есть циррозы, перенесенные гепатиты, это выраженное снижение функции почек. То есть перед тем, как выбирать разгрузочный день, мы консультируемся с лечащим врачом, можно ли нам данный вид разгрузочного дня как по состоянию углеводного обмена, так и по сопутствующим заболеваниям. Теперь, собственно, перейдем к разбору самых частых видов разгрузочных дней, поговорим, кому какие можно. Первый вид разгрузочных дней это голодандия на воде. Это самый опасный вариант. То есть голодандия на воде, мало тому, что опасно падением сахара крови, гипогликемии, так еще и опасно развитие анкетаоцидоза. Голодандия на воде при диабете применять не стоит. Следующий вид разгрузочных дней это разгрузочные дни на овощах. Вот тут все зависит от вида овощей. Если мы выбираем только низкоуглеводные овощи, к примеру, огурцы, капуста, помидор, кабачок и так далее, то опять же риски падения сахара крови, риски гипогликемии. То есть разгрузочные дни на овощах себе может позволить только диабет. Второй тип, дебют диабета, то есть очень легкий диабет на мягкой сахароснижающей терапии. При первом типе диабета резко залезать усвояемые углеводы ни в коем случае нельзя. Следующий вид разгрузочных дней это разгрузочные дни на фруктах. Вот на них спотыкаются очень много пациентов. Почему? Потому что фрукты это фруктоза. Фруктоза усвояемый углевод. Если человек выбирает себе разгрузочный день на фруктах, например на яблоках, постоянно поедая яблоки, скачки фруктозы, скачки уровня сахара крови. Это первое. Второе, если у нас есть свой инсулин, то есть диабет второго типа, у нас скачки инсулина, рост инсулинорезистентности. Если у нас первый тип диабета, то скачки сахара крови, нам нужно постоянно подкалываться короткий инсулин. То есть разгрузочные дни только лишь на фруктах при диабете неприменимы. У нас будет скакать сахар. Следующий вид разгрузочных дней это фруктовые смузи. Это еще хуже. Почему? Потому что когда мы взяли целый фрукт, там и фруктоза, и клетчатка, и витамины, и микроэлементы. За счет клетчатки скорость подъема сахара крови медленнее, чем из фруктового пюре, которое быстрее усвоите, которое активнее поднимает сахар крови. Так вот, когда мы выбираем фруктовые смузи, либо же свежевыжатые соки, количество фруктозы то же самое, никуда фруктовый сахар не делся. А вот структура продукта изменена, он быстрее усваивается, за счет этого еще быстрее скачки сахара крови. То есть, только фрукты, только фруктовые соки, или только фруктовые смузи нам не подходят. Какие же разгрузочные дни при диабете подходят? А подходят разгрузочные дни с содержанием усвояемого белка и с количеством усвояемых углеводов, таких же, как в нашем постоянном меню. То есть, мы выбираем более легкие продукты, например, мы взяли белую рыбку, ментай или треску, взяли овощи, клетчатку, огурцы, помидоры, зелень, и в качестве углевода мы, к примеру, взяли яблоко или грушу. Те фрукты, которые и имеют невысокий гликемический индекс. И очень важно, у нас есть белок, у нас есть клетчатка, и у нас есть фрукт. То есть, белки, жиры, углеводы, клетчатка, у нас нет скачков сахара. То есть, при диабете, в качестве разгрузочного дня, лучше выбрать разгрузочный день на легком белке, овощах, и либо фруктах, ягодах с низким гликемическим индексом, либо на безглютеновых крупах. То есть, к примеру, опять же, рыбка, например, киноа, да, в адекватном количестве грамм гроза, 100-150 в отварном виде, и овощной салат. То есть, просто более легкие продукты, которые легче переварить к желудочно-кишечному тракту, которые не содержат глютен, но при этом мы не убираем в ноль количество усвояемых углеводов, у нас не падает сахар. Это наиболее приемлемый вариант разгрузочных дней. То есть, либо рыбка, либо индейка, либо кролик, легкий белок, клетчатка, то есть, овощи, будь то овощной салат, либо же тушеный, запеченный в духовке, на пару кабачок, цветная капуста брокколи. И как источник углеводов, либо это безглютеновая каша в небольшом количестве, либо же это те фрукты и ягоды, которые, собственно, разрешены при сахарном диабете. Груша, яблоко, апельсин, малина, клубника, понятно, в адекватном количестве. То, что касается разгрузочных дней на молочных продуктов, творожные, кефирные и так далее. Если у человека диабет второго типа, то есть, с охранной выработкой своего инсулина, то вспоминаем, у молочных продуктов, в частности у творога, высокий инсулиновый индекс. То есть, за счет белков молока, молочные продукты стимулируют инсулиновые отклики. Ввели разгрузочный день на кефире и на твороге. Инсулин повышается после каждого приема пищи. В итоге инсулинорезистентность растет, вес растет. То есть, при втором типе диабета, при инсулинорезистентности, разгрузочные дни на твороге, на кефире не показаны. При первом типе диабета, когда своего инсулина нет, то есть, нам не страшно вырастить инсулинорезистентность, потому что нет своего инсулина. При первом типе диабета, да, пожалуйста, разгрузочные дни на твороге, на кефире, они приемлемы. Но опять же, смотрите, по хлебным единичкам. То есть, у вас будет либо белый йогурт, либо кефир, либо будут ягоды, чтобы не падал сахар в эти дни. Больше информации о подборе диеты, о современных препаратах вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok